Да что там долго разговаривать? Давайте я вам лучше покажу, какой интересный проект создали наши ребята вместе с педагогами. Давайте посмотрим, интересно, что у них получилось. Василиса Свет Микулишна, рождена она была сильной, и не только рукой, но и мудростью не уступит она мужу милому. Вот так древняя русская былина пересеклась с современностью. Воспитанники и педагоги социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Азовского района выбрали главной героиней своего праздничного видеоролика Василису Микулишну. Характер, который всегда вспоминается в нелегкие времена. А в роли древнерусской супер-женщины выступила исполняющая обязанности заместителя директора центра. Этот образ мне очень подошел и очень близок, потому что этот образ и женственный, и мужественный одновременно. То есть я точно так же, как Василиса Микулишна, могу и быть ласковой и нежной, и могу мужа вызволить из неволи. Многие из воспитанников центра раньше про эту героиню и ее подвиги даже не слышали. Но посмотрев советский мультфильм, включились в обсуждение сценария и разработку образов будущего видеоролика. Тема, блин, очень серьезная, и надо было сначала очень хорошо подготовиться. Я и сама прочитала много материала с детьми, мы проводили много занятий, встреч, рисовали, читали, придумывали сюжет. Потом, конечно, у нас в несколько этапов проходила работа. И вот, наконец, итог почти двухнедельной работы. Показатель того, что получилось достойно, ролик регулярно пересматривают и педагоги, и воспитанники. Такие работы в проекте «Сказ коллеги» создавали к 8 марта и другие социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. Накануне этого праздника в наших коллективах, в коллективах детских учреждений, царит действительно сказочная атмосфера. Мы готовим ролики, пишем сценарий, шьем костюмы, результатом которого станут ролики, которые будут демонстрироваться на официальных страницах ВКонтакте, на канале Телеграм. Конечно же, на первом плане женские образы русских народных сказок. Это и царевна Лягушка, и Василиса Премудрая, и царевна Лебедь, и Мария Искусница, и даже Баба Ягайки Кимора. И такие мероприятия, они дают возможность создать не только праздничную атмосферу и настроение, но и дают возможность нашим девочкам проявить свои таланты. А то, что эти таланты есть, не вызывает никаких сомнений. Не зря. Во все времена и почти все народы почитали женщин не только 8 марта. Иван Полихин, Владимир Трофимович, Первый Ростовский.